МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это я, ведущая Евгения Шарменёва, звукорежиссёр Евгений Копеин. И у нас на связи из Сталина Юлия Аук. Доброе утро, Юля. Доброе утро. У нас технические проблемы украли немножко времени, но мы потом ещё с тобой как-нибудь поговорим. Может быть, ты будешь в Риге, и тогда уж я точно тебя в студию затащу, чтобы у нас был живой нормальный разговор. У вас зима? Да, у нас зима, у нас прям такая настоящая зима, у нас всё занесло, у нас сугробы. Ну что, я хочу сказать всем и поздравить тебя. У тебя на этой неделе были показы в Таллине. В начале декабря премьера в Нарве. Ты сделала спектакль о городе, который был потерян в 20 веке. Ну расскажи, пожалуйста, что это за работа? Ой, ты знаешь, это оказалась очень сложная работа, невероятно сложная эмоционально, и не только эмоционально, это оказалась ещё чисто расследовательски очень сложная работа, потому что всё, что связано так или иначе с разрушением, уничтожением и исчезновением старой Нарвы, связано с огромным количеством мифов и легенд, которые в своё время вот прямо создавались для того, чтобы оправдать. Начиная от того, что были мифы о том, что Нарва была разрушена на 98% во время войны, и, естественно, никто не уточнял, кто её разрушил. Потом был миф о том, что... Потому что немецкие войска негативировали город при отходе и взорвали его, и в городе... Её корни, её попытки получить эстонские документы, Юля Аук, родственники, её семья вообще из Эстонии, и этот спектакль она сделала по документальным документам своей личной семьи, своей личной истории, о том, как она пыталась найти документы своих бабушки и дедушки, рассказывает историю о том, как всё это происходило в её жизни, о том, как ей пришлось сложно доказывать свои родственные связи, о том, как в послереволюционной жизни, жизнь Второй мировой войны, бросала её предков из одних мест другие, и как в конце концов, в общем, ей оказалось сложно доказать своё родство и своё право на работу. Не соединяются, да, у нас какие-то большие проблемы со связью почему-то, не понимаем почему. Пробуем ещё раз выйти на связь. И этот спектакль шёл на площадке Ваба-Лава в Таллине. Этот спектакль игрался тоже в Нарве и очень много ездил на какие-то гастроли. Это было, наверное, года три или четыре назад, когда Юля сделала этот спектакль тогда в Таллине. И в этом спектакле были заняты очень хорошие эстонские актёры. Игрался он и на русском немножечко, и в основном на эстонском. И это весной, когда Юля уехала из Москвы и приехала в Эстонию, она получила приглашение. И Юля, у нас что-то со связью. Вот мы наладили, вернули тебя. Извини, я рассказывала твою историю. Сейчас я... Подожди, секунду, я расскажу про тебя, что ты это весной получила приглашение работать на площадке Ваба-Лава и начала делать там, как режиссёр, свою работу. И, как я понимаю, сейчас ты ещё будешь играть как актриса на этой площадке, да, в этом Ваба-Лава. Ну, это мы с постом с тобой обсудим. Давай вернёмся к Нарве всё-таки. Да. Да. Значит, как я говорила с архитектором, который занимается историей восстановления городов, он сказал, что практически вся Европа была восстановлена, и Нарву можно было восстановить на 70%. И Нарва не была разрушена фатально. Сохранились, есть уникальные видеокадры, архивные плёнки, когда снимали панораму Нарвы, когда практически весь город стоит, и видны коробки, видны порталы, фасады, знаменитые вот эти вот порталы в стиле северного барокко. Зачастую в Нарве были разрушены только крыши. То есть, опять-таки, не было вот этой вот фатальной ковровой бомбардировки, о которой говорят. И Нарва была разрушена в 50-х годах. То есть, она простояла вот в таком вот виде до 57-го года. И в 57-м году её просто снесли бульдозером. Ну, то есть, после войны оставшиеся дома, они как-то стояли невосстанавливаемые какое-то время, как я понимаю. Не разрушались, безусловно. Да, разрушались, разрушались, пока окончательно не было принято решение просто это всё снести. Да, снести, и при том снести тоже очень интересно. Было несколько архитектурных планов восстановления города. То есть, план 45-го года предполагал максимально бережное историческое восстановление. План 47-го года уже предполагал замещение некоторых домов сталинскими постройками. И вот план 50-х годов, когда снесено всё, просто вот всё, просто исторический центр стёрт с лица земли, включая знаменитый домик Петра, включая уникальный совершенно архитектурный проект дома купцов Лаврицовых. Это такие очень известные меценаты были. Вот просто всё. И вот этим строительным мусором просто завалили овраг около Бастиона Фама, таким образом выровняв просто ландшафт. И я разговаривала с женщиной, которая была свидетелем вот этого вот разрушения. Она говорит, что к концу дня весь город в лучах заходящего солнца, но имеется в виду старый город. Земля как будто бы сверкала, как будто бы сверкала, укрытая драгоценными камнями. А это были осколки голландских изразцов, которыми были покрыты голландские печи практически в каждом доме. Вот. И тоже надо понимать, что нарва была разрушена ещё не только... Вот не только дома были, а она была полностью перезаселена. То есть люди после войны, в 40-х и даже в 50-х годах не имели возможности вернуться в свой родной город. Тем, кто жил в Нарве, не давали такой возможности. Они приезжали и... Почему именно по поводу этого города такая была история? Потому что я помню, был спектакль у Насти Патлай про, как бы сказать, 49-й год, про Калининград. Про Калининград. Да. Кёнигсберг. Это абсолютно зеркальная совершенно ситуация. Это город на границе, который необходимо было заселить людьми, у которых нет ментальной связи с прошлым. И нет ментальной связи со старым городом. Для которых история города начинается в тот момент, когда они приехали в этот город. А не, допустим, 300 лет назад, когда там их прапрапрапрабабушка жила конкретно вот в этом вот доме, а их прапрапрапрадедушка вот венчался в этой церкви. Ну да, когда ты ходишь по городу и чувствуешь его родным. Да. Нет. Необходимо было заселить город людьми, не связанными ментально. То есть имелось в виду даже не просто там людьми из Советского Союза, потому что приезжало огромное количество строителей, приезжало огромное количество специалистов, которые приезжали из разных уголков Советского Союза, селились и основывали свою жизнь в этом новом городе. Для них городе, да, новом. Для них новом городе, да. Не только. Приезжали люди из Эстонии, которые приезжали из других частей Эстонии, для которых Нарва тоже не представляла никакой исторической ценности. Я, кстати, брала интервью и у эстонцев. То есть я брала не только у жителей Нарвы, которые сейчас живут, но и у эстонцев. Современные эстонцы очень редко и очень мало что-либо знают про Нарву, про историю Нарвы, про то, какой она была. И очень удивляются, когда им рассказываешь о том, что это был один из уникальных городов. Потому что, помимо того, что этот город был выстроен в архитектурном стиле Северного барокко, он еще обладал уникальным, единым, целостным архитектурным ансамблем. То есть он был спроектирован одномоментно? Да. Он был спроектирован после пожара. Дело все в том, что в 17-м году этот город сгорел. И его отстроили очень быстро. В 17-м веке. Я не то говорю. В 17-м веке. В 17-м веке он сгорел, и его отстроили очень быстро единым ансамблем. Отстроили шведы. Ясно. То есть у него вот такая двойная история. Все, что было до 17-го века, одна история. Потом после перестройки это был город уже сконструированный целиком, полностью. Ты знаешь, я не знала никогда, оказывается, Тамбов был так же сконструирован на Ломоносово. Абсолютно так же. Я тоже не знаю, о тебе сейчас говоришь. Одноразово был просто придуман и сконструирован. И вот такая же Нарва. И потом вот до середины 20-го века она просуществовала в этом архитектурном ансамбле, после чего была уничтожена и отстроена заново. Да, она была отстроена заново. Вот этими безличными такими советскими застройками конца 50-х, начала 60-х годов. Она была отстроена хрущевками. Она была отстроена хрущевками. Потом, естественно, появились девятиэтажные брежневки. Но отстроена она была хрущевками. Нет, нельзя сказать, что осталось два дома. Это неправда. Осталось значительно больше. Осталось значительно больше домов или в том виде, в котором они действительно сохранились, потому что их не тронула война, или в слегка реконструированном, но все-таки историческом виде. Потому что, ну, например, на улице Койдула 8 есть дом, на котором сохранился балкончик, с которого генерал Юденич произносил свою вдохновляющую речь перед тем, как его армия шла на Петроград. Да. Ясно. Юля, скажи, пожалуйста... Да, и там был Куприн, кстати, среди вот этих вот белогвардейцев. Юль, скажи, пожалуйста, для тебя ведь Нарва родной город. Да. Я выросла. Я не родилась в Нарве, я родилась в Ленинграде, но я выросла в Нарве. Я просто успела, пока мы восстанавливали связь, немножко рассказать про твой спектакль про эстонскую бабушку. Да-да-да. Вот я как раз хотела сказать. Дело все в том, что я с Ваба Лава сотрудничаю с 2018 года. Вот-вот, я как раз вспоминала в каком году, да. И ты поставила этот спектакль. И в этом году ведь ты весной еще поставила спектакль. Не совсем так. Я поставила Минуя Стивана Эмма, моя эстонская бабушка, потом я сделала свой еврейский спектакль о Холокосте в Эстонии. Мама, наша кошка, тоже еврей. Это было ровно год назад. Это было в декабре 2021 года. И потом в апреле я сделала в войне, извините. Письма с фронта, да? И вот сейчас я сделала город, который мы потеряли. Ну и кроме всего этого у нас проходит лаборатория. Мы делали эхо-любимовки именно в Нарве. В Нарве, да. Новобалава. Новобалава в Нарве есть замечательный совершенно фестиваль, на котором как раз был спектакль Насте Патлай про Калининград, Ваба-Дуза фестиваль. И в этом году летом он тоже будет проходить. То есть мы стараемся, Мерт Меус и Аллан Полде в первую очередь стараются развивать культурный центр Ваба-Лава. Скажи, пожалуйста, ведь у Ваба-Лавы такая программа, которая существует несколько, ну как бы пару сезонов, ее курирует какой-то приглашенный куратор. Это кураторская программа. Да. Несколько лет назад это был Мариус Вашкевичус. Я много про это рассказывала, потому что он задействовал много режиссеров из Литвы, и Латвии, и Эстонии молодых. Это была большая программа, связанная с новой драматургией. И вот нам было очень лестно, что и Валтер Силис, и Элмар Синьков из Латвии сделали очень хорошие спектакли. Я смотрю, что «Гаражи» еще играются, да? Да-да-да, «Гаражи» играются. «Гаражи», кстати, сейчас едут на гастроли. Куда? Я его посмотрела, когда они его привозили в Ригу в прошлом году. И сейчас кто осуществляет кураторство этого проекта? Вот, значит, был куратором Харальд Розенстром, это ученик Кирилла Серебренникова. Норвежский, норвежец, да, совершенно прекрасный. И он сделал много разных интересных проектов, но самым интересным и самым ярким проектом для него стал проект «100% Нарва». А, это с ременью протокол. Ременью протокол, да. И это получилась совершенно невероятная история, когда 100 человек из города Нарвы в абсолютном соответствии с процентным соотношением и возрастным, и социальным были на сцене. С одной стороны, это было невероятно трогательно и очень интересно, а с другой стороны, это было все-таки очень печально, потому что на сцене очень мало молодых людей и очень мало детей. то есть Нарва на данный момент это город уходящей натуры. То есть сначала в середине XX века его уничтожили архитектурно, и теперь он постепенно сходит. Это город пенсионеров. Сходит, да. Ну, это во многих вообще городах, не только Нарва, конечно, там много происходит. Но просто когда ты это видишь, когда ты не просто понимаешь, то есть тебе там написали сухие цифры, да, а когда ты это видишь воочию, когда ты видишь, как мало молодых людей на сцене, это очень сильное впечатление. Сейчас, скажи, пожалуйста, твоя роль какая? Вот ты вот сейчас с весны активно работаешь в Эстонии. Какая твоя роль в Абалава? Ну, вот мы придумываем, создаем всякие разные проекты. У нас в апреле месяце будет проект по типу класс-проект, который мы делали в Москве. Это драматурги, профессиональные хорошие драматурги будут работать с талантливыми школьниками. Это в Нарве, да, будет? Да, в Нарве старших классов. И школьники в итоге должны будут написать пьесы, но очень важным моментом является то, что вот эти молодые люди будут писать не на основе чего-то того, что они когда-то уже видели, а они будут говорить о том, что их интересует. Они о себе будут писать. Что в них болит. Они будут говорить про себя. И это очень важно. И приезжает Миша Дурненков из Финляндии. Приезжает Женя Казачков из Израиля. Ну, то есть все те драматурги, которые были связаны напрямую с Театром ДОК и с Любимовкой, кто всегда принимали участие именно в этой лаборатории, которая проводилась в Москве и которая делалась под патронажем Британского Совета. И Ася Волошин приезжает. Приезжают драматурги. Это драматурги и режиссеры профессиональные. Дело все в том, что в этой лаборатории дети сначала пишут эти пьесы. И на выходе мы имеем короткие пьесы, там, пять-шесть страниц. И у каждого драматурга есть там по пять ребят, с которыми они занимаются. И вот мы имеем таких... Некоторые пишут иногда в соавторстве, но мы имеем там 10-15 таких пьес. И профессиональные режиссеры, прям вот профессиональные режиссеры, они приезжают и они делают с профессиональными актерами эти пьесы. И в течение дня... Спектакли будут. Ой, да, спектакли, делают спектакли, и в течение дня вот эти ребята, которые написали пьесы, могут сразу увидеть результат. Притом результат, сыгранный на сцене. И они могут пригласить своих друзей, они могут пригласить своих родителей, чтобы все посмотрели, какие они на самом деле драматливые люди, как они видят жизнь. Это очень круто. Никита Бетехтин приезжает, Харльт приезжает работать как режиссер. Харльт сейчас, кстати, Новобалава уже как режиссер ставит спектакль. Но он же занят еще в спектакле, который ты весной сделала. Да, 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 да. Он играет как актер, да, как актер, потому что я его видела, я этот спектакль видела в Румынии на фестивале. Вот, да. тебя там не было, но спектакль твой я смотрела. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как актриса что ты делаешь в Эстонии сейчас? Ты знаешь, я играю, скажем так, моно-версию, но это один раз всего будет. Точнее, это будет второй раз. Я один раз сыграла этот вариант спектакля САД на фестивале моно-спектаклей в Таллине. Он тоже проходил Новобалава в Таллине. И там на фестивале он прошел каким-то очень таким большим серьезным успехом. И поэтому мы решили его сыграть и для Нарвы. И мы для этого получали специальное разрешение, договаривались с Алексеем Шипенко, чтобы я могла вот именно в таком варианте, в варианте именно моно-спектакля его сыграть. Но это один раз. Как актриса я снимаюсь. Я недавно снялась у Андриса Пустусма в полном метре одномерный человек. Я там сыграла одну из главных ролей. Кстати, главную женскую роль сыграла Ян Ге. Вот. Вот. И это эстонский фильм с прекрасными эстонскими актерами. У меня такие совершенно потрясающие были партнеры Эль Манюганен, который в этом фильме... Который как актер работает? Да, который в этом фильме работает как актер. Вообще, это эстонский режиссер мы делаем сновку. Да, это очень, это очень хороший, совершенно невероятный эстонский режиссер, который очень долгое время руководил одним из самых интересных эстонских театров, Линна театр. Вот. И еще у меня был прекрасный совершенно партнер, и мы с ним уже второй раз снимались вместе. Это Юхан Ульфсак, это сын Лембета Ульфсака. И до этого мы с ним снимались в фильме Сыльцина и Слабс. Это «Товарищ ребенок». Это фильм по очень известному эстонскому бестселлеру. Скажи, пожалуйста, в театре, какие планы у тебя в театре в Эстонии? Ну вот, ты рассказала сейчас про Ваблаву, о том, что ты вот планируешь какие-то лаборатории, я думаю, что будут еще какие-то твои постановки, да, вот ты играешь в сад сейчас в Нарве, будет какая-то еще работа, а какие у тебя еще возможности есть? Ну, я буквально начинаю, буквально начинаю 5 января репетировать в Русском драматическом театре. Для большой сцены? На большой сцене, да, я начинаю. Это будет твоя первая работа на большой сцене? В Русском драматическом театре? Нет, вообще, вообще. Ну, ты как актриса репетируешь? Нет, я репетирую как режиссер. Так это твоя первая режиссерская работа на большой сцене? Ну, да. Вот, я тебя подвожу, подвожу к ответу. В Эстонии? Ты имеешь в виду в Эстонии? Нет. Вообще, режиссёрская работа на большой сцене первая у тебя? Нет. А где ты уже делала на большой сцене? На Таганке я делала на большой сцене Эльжу. Да, да. Всё, вспомнила. Я на Таганке делала на большой сцене. Я много... Извините, в Новосибирске делала на большой сцене. Вот видишь, я сколько упустили. Вот. Я делала на большой сцене спектакль, который даже в лонг-лист с золотой маски вошёл, это злачные пажати. Вот. Этот спектакль был на большой сцене. А здесь ты что? В Семипалатинске я делала два спектакля на большой сцене. Скажи, пожалуйста, а в Таллине ты что будешь делать? В Таллине я буду делать. Сейчас скажу. Есть такой эстонский бестселлер, который написал Ян Крось. Который называется Императорский безумец. И Слава Дурненков на тему этого романа написал пьесу. Потому что роман огромный. Там 400 страниц. Он просто... Ну это такой фолиант просто. И мы оттуда изъяли две линии. и на основе вот этих двух сюжетных линий Слава Дурненков написал пьесу. Это линии взаимоотношения Тимофея фон Бока. Тимофей фон Бок – это эстонский барон. Это абсолютно исторический роман. Его взаимоотношения с императором Александром I и его история любви с эстонской крестьянкой Эвой. Он женился официально на эстонской крестьянке, чем пошел против мнений света, против принятых традиций в социуме. И его взаимоотношения с Александром… Дело все в том, что существует такая легенда, что в юности они с Александром дали друг другу клятву. Ну, как в юности, в молодости. Они с Александром дали друг другу клятву о том, что всегда будут говорить правду друг другу. И вот Тимофей фон Бок остался верен этой клятве и старался Александру действительно всегда говорить правду. А Александру это уже было не нужно. В какой-то момент это все стало неприятно. Да, стало очень неприятно. И когда Александр резко развернул, скажем так, генеральную линию развития России от либерализма к реакции, Тимофей фон Бок выпустил, я бы так сказала, сейчас это было бы открытое письмо. Вот. Но тогда он опубликовал, ну, по сути дела, тоже открытое письмо. Ну, манифест такой, да, свой? Манифест такой, да. Он опубликовал несколько тезисов, которые назывались «Размышления об истории развития России». И они были абсолютно либеральными. И он предлагал пойти России по либеральному пути развития. Ну, после чего он оказался в тюрьме. В немилости, да, понятно. Да, не просто в немилости. Он буквально оказался в тюрьме. И с ним в тюрьме обращались не как с бароном, не как с человеком высокого положения. Его держали в карцере, его избивали, на него все время давили. И даже после того, как он смог выйти из заточения, его уже никогда не отпустили. Он до конца жизни находился под домашним арестом у себя в поместье. И никогда с ним больше Александр не общался. Несмотря на то, что он продолжал ему писать письма, продолжал пытаться с ним как-то заговорить. Но все то, что привело потом к восстанию декабристов. Да, 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 да. Юлечка, Юлечка, у нас истекает время. Ужасно жалко, что мы потеряли первую часть из-за технических проблем. Дай мне слово, что приедешь, и мы с тобой поговорим здесь. Я даю тебе слово, потому что я действительно приеду, я собираюсь приехать, и я действительно собираюсь приехать. Мы придумаем повод для того, чтобы ты задержалась в Риге побольше. Я тебе желаю хорошей работы в Русском театре, потому что, мне кажется, история хорошая. Мне очень нравится то, как ты занимаешься этим довольно необычным театром, который основан на исторических поисках твоих, расследованиях. И ведь даже то, что ты сейчас рассказываешь, да, вроде бы пьеса, написанная по роману, но она же тоже черпает основу в реальных событиях, в исторических событиях. Это всё связано с историей Эстонии. Я тебе очень желаю в этом во всём успеха. Мне очень нравится, что ты об этом рассказываешь. И рассказываешь так вдохновлённо и с таким счастьем на лице. Пусть будет всё хорошо. Спасибо большое. Мне правда очень нравится то, что я делаю и то, чем я занимаюсь. Спасибо большое. И привет Таллину. До встречи. Обязательно. Спасибо большое, Юля. Счастливо. Привет, Риге. Хорошо. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»